Приветствую вас, надо сказать, что несколько странно выглядит ваш вопрос, который вы задаете, да, то есть вопрос звучит так, какие слова нужно себе говорить, чтобы не хотелось наедаться на диете, потому что здесь, на мой взгляд, наручена ключевая вообще цепочка, да, ключевая цепочка, ключевая причинно-следственная связь нарушена, вот, потому что слова никак не влияют на потребность наедаться, вот, и слова, в общем-то, имеют значение только в том случае, если человек достаточно внушаемый сам по себе, да, вот, и в таком случае действительно, так называемые аддикции могут помочь человеку, вот, но нужно очень много раз себе это повторять, и условия, которые необходимы для того, чтобы это сработало, вызывают определенные вопросы, скажем так, вызывают определенные сомнения относительно того, ну, насколько этот подход является качественным, насколько этот подход является адекватным, вот, для человек. Гораздо более продуктивнее, на мой взгляд, будет рассмотреть, почему вы сели на диету вообще, ну, для чего, как вы сели на диету, вот, чтобы, что вы сели на диету, и почему вам, как всегда хочется на диету, всегда хочется на диету, это одно дело, если вы испытываете чувство голода, соответственно, чувствую голоду, может быть, может быть, психологическим, а, может быть, и физиологическим, вот, и сама потребность, потребность наедаться, это тоже как бы, может иметь психологический характер. Сама потребность наедца может иметь тоже психологический характер. Ну, потому что, потому что, например, ну, например, наеда, например, чувство насыщения, да, или когда человек, значит, наедается. Чувство насыщения, оно ведет, оно дает возможность почувствовать себя в безопасности такому человеку. Вот. И, соответственно, соответственно, вы себя, получается, в безопасности, ну, не чувствуете это никак. Вот. То есть, вы чувствуете свое без свое безопасно. Вот. И поэтому вам хочется испытать чувство сытости. Вот. Соответственно, именно наедство, именно наедство, потому что я более чем уверен, что если диета подобрана правильна, то голода вы, ну, испытывать не будете, не будете. То есть, именно с голодом, с физиологической потребностью человека в, ну, например, в питательных веществах, я думаю, что именно с этим проблем нет. Вот. Именно с этим я думаю проблем нет. Вот. Ну, естественно, конечно, я могу не знать всех деталей. Вот. Конечно же, я могу не знать, как обстоят дела. Вот. Но я думаю, что именно так можно окарактеризовать данную ситуацию. Вот. То есть, потребность безопасности. А потребность безопасности это, как вы понимаете, личные границы и правила, которые нужны любому человеку, если он хочет, значит, чувствовать себя в безопасности всегда и везде со всеми. Вот. Это то, что нужно вам обязательно понять. Личные границы и правила, как замена чувства насыщения, вот, чувство сытости и так далее. Вот. Далее, отдельный вопрос представляет из себя причина, по которой вы сели на диету. То есть, для чего, зачем вы сели на диету, чтобы что? Вот. Это, пожалуй, отдельный вопрос, потому что причины в диете бывают разными. Опять. То есть, в некоторых случаях человек может сесть на диету просто потому что по состоянию здоровья ему так нужно. Вот. А в других случаях человек может спеть на диету там, ну, еще по каким-то своим причинам, да, то есть, которые могут, которые у него могут быть, вот. Ну, так или иначе, субъективная, субъективная сторона диеты, на мой взгляд, очень важна. Потому что если, вот, вот, в этой части не заострять свое внимание, да, то можно, ну, заниматься вообще не тем, чем нужно. Ладно, например, можно говорить о словах, которые, допустим, вы хотите себе внушить, да, ну, вот. А в действительности, в действительности, вот. История будет, а, например, про ложную причину для того, чтобы съесть на диет. Вот. Или, например, не такую всеобъемлющую, не такую глобальную, не такую важную, чтобы обязательно садиться на диету. Вот. То есть, здесь нужно исследовать. Спокойно, не пропасть, вот, но исследовать. Потому что без, без этого, ну, без этого вряд ли что-то, опять же, получится. Вот. Вот. Ну, и обратите внимание на то, что человеку нужна, человеку нужна, вот, ну, бывает, нужна вредная пища, там, и так далее, для того, чтобы чувствовать себя, ну, лучше. То есть, эндорфины. Для многих людей еда, жирная еда, там, ну, жирная, вредная еда для многих людей. Это такой, такой способ получить, ну, недостающее количество эндорфинов в организме. Вот. И, соответственно, можно, можно назвать данное, данное поведение, да, данное поведение, можно назвать, именно как, как стремление к эндорфинам. Вот. И, если это так, то получается, что вы себя недостаточно радует. Вот. И, соответственно, возможно, считая, что по-другому себя никак не порадовать, да, вот, именно, именно, по-другому, кроме как едой. Вот. Вы ходите на еду. Вот. То есть, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, это тоже может играть, а, весьма, весьма большую и серьезную роль. Вот. То есть, прежде чем, а, заниматься самовнушением, которое опасно, и которое может привести, а, к негативным последствиям, вот, лучше будет, если вы, а, подумаете для себя, да, обо всех этих вещах, которые я обучил. Вот. То есть, если, например, у вас есть, а, ну, допустим, по здоровью, да, то есть, потому что, ну, нужно, а, здоровье, например, защищать, да, там, нельзя, допустим, ну, вредную пищу, а нельзя, и так далее. Вот. Вот. Но это совсем другая история, да, тут есть, а, что, что, тут есть травматичность, ну, или лучше, лучше, наверное сказать, амм, травмированность. Тут есть травмированность, травмированность именно тем, ну, именно проблемами со здоровьем. Вот. То есть тут есть вот такие проблемы. Вот. И в этом случае тоже можно и нужно работать, но уже с представлениями о себе. Вот. Надеюсь, вы понимаете, что идет лучше. То есть, как видите, все далеко не столь одноночно, все далеко не столь просто и прежде чем, вот, как-то говорить о самовнушении, да, прежде чем как-то говорить об этих вещах. Вот. Давайте все-таки попробуем рассмотреть всю ситуацию целиком. Вот. Также я рекомендую вам обратиться к диетологу, да, возможно, для того, чтобы, ну, он вам все-таки подобрал какую-то диету получше, потому что, ну, насколько я знаю, насколько я знаю, насколько мне известно, вот, не должно хотеться есть при диете, вот. То есть, человек, он, ну, не должен хотеть есть вообще, вот. То есть, нет, если она подобрана правильно, она не вызывает чувство голода. Вот. Так что, возможно, здесь что-то связано именно с тем, что вы себе, значит, ну, вы себе просто неправильно подобрали диету. Вот. Хотя, я не исключаю, не исключаю того факта, что, может быть, и здесь есть и психологические проблемы, вот. Но это нужно выяснять, это нужно исследовать, потому что, по-другому это никак, никак, не изучить, по-другому, по-другому никак не подобрать, не подобрать, не подобрать, вот. А, то, о чем, собственно, я говорю, вот. Вот. Поэтому подумайте для себя, так, в каком направлении вы бы хотели двигаться, вот. И, соответственно, можно будет уже определиться с дальнейшими, дальнейшими действиями для вас. Потому что, все-таки, вот, и вы явно испытываете проблемы с мотивацией. Вот. И вопрос заключается в том, чтобы определить, насколько нужно, ну, насколько действительно нужно то, что вы, вот, делаете. себя мучаете, да, там, не позволяя себе, там, ну, грубо-грубо говоря, хотеть, не позволяя себе есть, там, и так далее. Вот. То есть, попробуйте ответить себе на эти вопросы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Я надеюсь, что мой ответ вам помог ответить себе на какие-то вопросы, вот, которые вас беспокоят или беспокоят, вот, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. И так далее. Спасибо.